Привет, дружище, и что ж, мы с тобой продолжаем выживание на сервере Undead Ark PvP X5, 4-man tribe. Все ссылочки есть в описании. И сегодня мы будем приручать наконец-то Ферокса. Вообще, это можно было сделать где-то в начале выживания, но я решил немного подзатянуть с этим, потому что если сразу хвататься и бежать приручать новую живку, то такими темпами контента в этом дополнении хватит буквально серии на 10. Ну а сегодня в серии мы будем, получается, приручать третьего по счёту, нового Дина из DLC, Genesis, часть 1. И да, кто не в курсе, Genesis на самом деле разделён на две части будет. Первая часть, которая вот сейчас уже вышла, в которую я играю, и будет ещё вторая часть, которая выйдет ближе к зиме. Плюс также я ещё слышал, что где-то летом разработчики планируют добавить бесплатную DLC в виде модовской карты Crystal Islas. Вроде она так произносится, и я не знаю, у меня с английским всегда всё очень плохо было. То есть как в прошлом году у нас выходила Вальгуэра, так в этом году у нас теперь летом выходит новая модовская карта, которая станет вдруг официальной. Ну а пока этого всего не произошло, устраивайся поудобнее, заваривай чаёчек, готовь бутербродики. Если не подписан на канал, то обязательно подписывайся и не забывай поставить колокольчик, чтобы тебе приходили все оповещения о новых сериях выживания в арке. Как только набирается 2000 лайков, я сразу начинаю делать следующую часть. И мы постепенно начинаем. Ребята, в прошлой серии я вас просил придумать имя для Бладсталкера, которую я приручил. Кстати, если ты вдруг пропустил эту серию, то у тебя аннотация сверху и ссылочку в описании ты на неё тоже найдёшь. В общем, я просил вас придумать имя для Бладсталкера. Вы накидали очень большое количество вариантов. Один из самых популярных это, наверное, был вариант Кровосиси. Не знаю, в чём прикол, в чём рофлы я не выкупил. Сорян. И решил назвать Бладсталкера шнюком. Потому что у меня есть знакомый, который тоже играет под таким ником. И который очень на него похож. Поэтому называем Бладсталкера шнюк. Пора уже собираться за Ферексом. Берём овощи. Сразу заодно попробую эту теорию. Потому что мне сказали ребята, что можно приручать овощами. Конечно, некоторые люди писали в комментариях, что можно ягнами приручать. Я не знаю, меня уже много раз обманывали в комментариях. Поэтому я к большинству комментаторов отношусь достаточно скептически. Буду приручать на овощах. Телепорт готов! Всё, портуемся в зимний биом. Но перед началом немного рекламы. Все мы ждали с выходом Генезиса, что будут открыты новые официальные сервера. Но к сожалению, разрабы этого не сделали. А заходить сейчас развиваться и играть на официальные сервера это равно самоубийство. Потому что там уже у всех давным-давно тысячные мутации и тысячные поколения. И начиная с самого нуля, там невозможно создать хоть какую-то конкуренцию остальным трейбом старичкам. А людей, которые любят ванильный арк без модов, вот именно арк такой, какой он есть, очень много. Поэтому в следующую пятницу 20 марта мы откроем новый кластер. Рейты на всё x2 без модов, x3 на опыт, инкубацию и беременность. Ограничений на количество людей в трейбе нету. А также минимальное количество правил. Сервер сделан исключительно для любителей ванильного арка. И заточен под русскую комьюнити. И эти сервера будут работать без вайпов. Ссылочка и вся информация о старте есть в описании. И после сезона выживания на генезисе, скорее всего я буду собирать трейб и пойду играть на Deathark Official. Ой! Ёй-ёй-ёй-ёй-ёй-ёй-ёй! Какого чёрта ещё и гуандон-то со мной тыкнулся? Ё-моё! У меня в принципе криопод есть, может его в криопод засунуть. Вроде никакой опасной живки нету. Давайте прям так и сделаем сейчас. Там ещё лавина спускается. Она меня догонит, не догонит? Успеешь загрузить? Да, успел. Чё-то... Ох, тут ещё наркота. Ё-моё! Вот у меня постоянно ошибка... Ой-ёй-ёй-ёй-ёй-ёй! Тихо-тихо-тихо! Лавина чуть меня не придавила. У меня постоянно ошибка, что я забываю, что Хелена портует нас по биомам, захватывая какой-то определённый радиус вокруг себя и уже далеко не в первый раз так плашаю. Кстати, я вот вообще не понимаю, зачем дудошик разрабы решили переименовать в дрон-то. Фероксов я буду искать самостоятельно, я не смотрел никаких гайтов, я не знаю, где они водятся. Я хочу просто побегать по зиме, поисследовать и сам найти самостоятельно этих фероксов. Или фороксов. По-моему, они фероксы называются. И вот, кстати, глик ещё можно исследовать, может быть, нам что-то интересное тут скажут. Если не смогу найти сам фероксов, то тогда поспрашиваю у друзей. Но гайты я из-принципа не буду смотреть, потому что хочу прям окунуться в выживание. Присыпаясь в симуляции, не было ли у тебя ощущения, что твоё тело разделено на части? Это нормально. Твоя личность и твоя память хранятся в огромном банке памяти и соединяются с твоим физическим телом внутри симуляции Genesis. Ты становишься самим собой только после такого соединения разума и тел. Ну ты меня понимаешь? Это чего-то достоин. Я, конечно, могу ошибаться, но, по-моему, мы уже подбирали записку с таким голосовым сообщением. Ох, зашёл я опять на свою локалочку, и сегодня у нас билборды подписчиков снова пополняются. А в этот раз он становится счастливчиком и попадает на билборд НТП Дамплинг. Поздравляю тебя и спасибо за хороший комментарий. Готово. А если ты тоже хочешь попасть на билборд, то всё, что тебе для этого нужно, это просто написать любой положительный комментарий к этому видео. И уже в начале следующего видео случайным образом, возможно, я выберу именно твой комментарий. И твой никнейм увидят все. Так что желаю тебе удачи и не стесняйся. Ну а мы переходим к серии. Ой-ой-ой-ой-ой, ты ещё откуда тут взялся-то, ёшкин кот? Так. Ой-ой-ой, я ещё и убежать от тебя не смогу, да? Хотя там... Ну, судя по всему, Ютик решил заняться гориллой. И хорошо. Ё-моё, откуда тут ещё и зебры ходят? Ну, вернее, кони, но точнее, как зебры. Так. Пока что у меня успехи такие себе по поиску фероксов. Я не знаю, где их надо искать. Я так предполагаю, что они могут быть на горе, потому что в трейлере, где нам показывали ферокса, это явно была какая-то гора или возвышенность. И, скорее всего, это вот именно вот эта гора. Поэтому я сейчас буду двигаться к ней. Посмотрим, заберёмся наверх. Если там не будет, то тогда будем пробовать в других местах. Смотреть, искать. И тут ещё рядышком глюк есть. Расцепая в симуляции, не было ли у тебя ощущения, что твоё тело разделено на части? Нормально. Твоя личность и твоя память хранятся в огромном маленьком памяти и соединяются с твоим физическим телом внутри симуляции Дженниса. Ты становишься самим собой. Только после такого соединения разума и тела. Ну, ты меня понимаешь? Это чего-то настоит. Да, я уже прекрасно понял, что разработчики явно решили похалтурить. И просто эти диалоги Ctrl-C, Ctrl-V на рандомные заметки, походу, раскидали. Видимо, до этого мне ещё везло. Я не встречал одинаковые заметки. А сейчас две заметки в одном биоме абсолютно одинаковые. Ну, как так-то, ё-моё? Как так можно в DLC делать и ещё это продавать? С этой горой оказалось вообще всё очень непросто. Я не знаю, где на неё подъём находится. Я уже сколько... Я уже нехило так пробежался у подножия горы и не смог найти подъёма. Поэтому сейчас пока летаю, можно сказать, вокруг. Ищу, где можно найти этот самый подъём. И вот, по-моему, это выглядит как подъём, что ли. По крайней мере, какая-то тропинка. Можно попробовать по ней забраться. Ой. А вот это вот плохо. Лавина. Так. А куда? Куда я могу спрятаться? Блин. Убьёт, нет? Или она вообще урон не наносит? Я просто не знаю. Я в первый раз в зимнем биоме. Я ещё с этим не сталкивался. Скорее всего, она какой-то маленький урон должна наносить. И, возможно, ещё отталкивать. Но как-то проверить на собственной шкуре вообще не хочется. Так, ребята, вы там пока деритесь. Я тут чисто рядышком пробегусь. Не хочу вас беспокоить. О, ещё одна лавина. О, 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 о. А как мне тут быть? Она вообще со всех сторон? Нет. Хотя, стойте. Она мне вообще никакого урона не нанесла. Она меня просто немного отталкивала слегонца. Получается, она урон не наносит. Это хорошо. Значит, её не надо так бояться. Здесь я больше никуда не заберусь. Дальше будем лететь. Опять на крыльях. Облетать вот эту вот самую гору. Не знаю, где на неё подъём. Надеюсь, я хотя бы найду этих фероксов. Да что, что будешь делать? Тут просто везде лавины начинаются. Чуть-то жестяк. Ну, хотя бы есть место, где можно укрыться. В крайнем случае, если мы не находим ферокса, опять повторюсь, я тогда просто напишу друзьям, узнаю, где эти ферксы обитают, и мы сразу туда пойдём. Но я всё-таки хочу, я хочу сам их найти. Кстати, ребята, ещё по поводу выживания и вообще, в принципе, планов на будущее. Я сейчас снимаю сезон именно по генезису. Я хочу исследовать полностью весь генезис, показать основные аспекты этого DLC, приручить животных, показать, как они приручаются, как они разводятся, какие у них, ну, там, плюс-минус статы, возможности, и также поисследовать, поизучать биомы. А потом я, скорее всего, начну снимать сезон на классике, либо на 2 мэнтрайбах. Не выдержал я, короче, полчаса поисков. Трепнулся на базу, выгрузил игуанодон, сейчас обратно сюда вернулся. Мне уже подсказали, где можно найти этих фероксов. Знакомые. Так, нам нужно задание, которое называется «Поиск в зимней зоне». В замороженной зоне, простите. И, по-моему, или, может быть, по-другому как-то называется. Что-то с поиском должно быть связано. Так, так, так. Ну, тут я больше ничего не вижу. Что-то похожее. «Поиск в замороженной зоне». Нажимаем «Отслеживать». Ага. 1100 метров. Ну, достаточно далеко бежать. Хм. А может быть, мы сможем куда-то поближе туда тэпнуться, нет? Может быть, какая-то зона поближе есть? Да, в принципе, тут намного ближе оказалось. Но все равно еще сколько там? Буквально 800 метров осталось пройти. Так, здесь мы сможем. О! Вот это мне нравится. Походу, короткий путь. Я надеюсь, это не тупиковая пещера, и тут можно будет нормально пройти. Просто сквозь эту гору, чтобы ее не обходить. Никого нету? Ну, а вот такие пещеры мне нравятся, когда тут никого нет. Тихо, спокойно. Ютик-то! Что, откуда тут? Что за душка-то сразу пошла? Я только успокоился. Офигеть. Я чуть ютик не сожрал в пещере. Так, сразу на глюк вышли. Этот глюк связан с сигналом тревоги в охранной системе. Но этот сигнал передает систем, на которых построена сама симуляция. Кто-то пытался внести изменения практически во все элементы симуляции. Существ, среду, погоду, даже выживших вроде тебя. Забавно. То есть, получается, кто-то эту матрицу пытался еще и хакнуть, перепрограммировать. Ну, конечно, тут сюжет закрутили. Добрался до этого терминала с миссией. Так, а где тут? А, вот. Этот вот, походу, вход в пещеру, как раз, где и есть форексы. Будем приручать с арбалета, как бы это странно ни было. Так, тут мишки. И ферексы бегут. Тихо, тихо, тихо. Я просто не хочу, чтобы меня медведи тут съели. Сейчас потихонечку выманиваем ферексов. Вырубаем их. Так, тихо, тихо, тихо. Михалыч, ну давай дружить. Давай, не будем воевать. Не надо меня кушать. Нет, я невкусный. Ладно. Если мы вот так сделаем. Все, свалился. Замечательно. Ну, тогда вот так-то и буду летать, если на меня будут другие агриться. О, привет. Вообще, по идее, вот так томиться с арбалета через оглушение ферексов, это... Кстати, 135-й, я что-то сразу не обратил внимания. Это какой? 20-й. Вообще, вот так вот ферексов томиться через оглушение, это вроде как баг. Оп, все, приручился. Потому что они очень быстро приручаются и очень просто приручаются. А вообще, как задумывали разработчики, как мне, по крайней мере, кажется, что их нужно томить, приручать элементам. Ты что, откуда взялась? Так, а где 135-й, куда он делся? То есть, по идее, механиковое у них томление немного другая. Ты себе суешь элементы на нулевой слот, подходишь к ним и кормишь. Ферекс превращается в здорового такого убийцу, начинает тебя какое-то время месить, потом его опять отпускает, он становится маленьким, ты его опять кормишь и так повторяешь до тех пор, пока он не приручится. Механика приручения у них должна быть такая. Но, поскольку уже прошло больше недели от старта Генезиса, если не 10 дней, а возможность приручать с арбалета овощами вот так вот просто не убрали, видимо, значит, разработчики это тоже так планировали. Хотя это очень мало логично. Все, врубили 135-го. Даем ему немного овощей. Писали то, что они еще приручаются на ягодах. Ну, не знаю, как-то не хочу приручиться. А, нет, стоп, это 22-й. Давай ему тебя в Криопод, чтобы ты тут просто так не шастал. Я уж подумал, что так быстро 135-й приручился. А вообще я с собой не очень много брал. Криоподов у меня не хватит, надо немного закупиться. А, раз добыл несколько шестиугольников, которые... Давай повторим, это снова. И пока одну штуку. Как раз вот на 135-го. И он у нас уже приручился. А 202-й уровень. Замечательно. Так, это дай сюда. Тебя тоже Криоподом. И сейчас еще надо будет посмотреть, кто там внутри пещеры есть. Может, их там наверняка должно быть много. Я только чуть-чуть буквально зашел, и они уже ко мне пришли. Вот, кстати, что мне в них нравится. Они такие, как бы, дружелюбные маленькие зверьки, которые жаждут просто элемента. И когда они видят игрока, они сами автоматически к нему начинают идти. То есть, в принципе, даже если не заходить в пещеру, а где-то просто на карте их встретить, то они тебя сами найдут. Главное, просто не очень быстро передвигаться, и... Ты их просто сам встретишь, и они на тебя прям будут убежать. И просить у тебя клянчить элемент. Ладно. Тут, видимо, фероксов больше нету. Давайте поздоровимся и отправляемся домой. Сейчас скинем эти Криоподы. Скидываем фероксов дома. И сейчас еще раз отправлюсь. Эти поинты в магазине не очень хочется тратить на Криоподы постоянно. Лучше они мне пригодятся, я думаю, для каких-то других целей. Вроде дурелей нету. Полетели. Сразу к заметке. Криоподы я освободил. Сейчас еще один заход за Фероксами сделаем. Чтобы про запасы были. Можешь благодарить или винить выжившую номер 6-9-я-4-4-2-1 за этот глюк. Она обожала городить постройки. Пожалуй, она была одержима, если честно. Каким-то образом ей удалось построить здание с коридором, в котором два поворота налево приравнивались одному повороту направо. Да-да, повороты на 90 градусов. Нет, я не знаю, как такое возможно. Думаю, из-за этого и произошел... Надо будет попробовать, кстати, такой лабиринт сделать, хотя бы из соломы. Возможно, это какая-то пасхалка, и мы что-то уим, если это сделаем. Но не факт. Возможно, это очередной какой-то бред, что и был с ягодами. Так, не шутки. Че у вас тут как? Я понял. Не надо агрессировать, пожалуйста. Давай, давай, давай. Аккуратненько выходим. На улицу, на прогулочку. Свежим воздухом подышать. А то сидеть там в этой пещере. Всем скопом. Молодец. А мы обратно. Там сейчас уже с ферксами чуть-чуть похуже стала ситуация. В прошлый раз они где-то сверху были, а сейчас они вместе с медведями там вот тусуются внизу. И как их мне оттуда вытаскивать, я даже без понятия. Вон, там сидят кролики. И че мне бы делать? У меня не дробовика, у меня нет, чтобы чем-то убить с этих медведей. А если... Так. О, есть, есть, есть. Работает, крюкошка. Давай, 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 давай. Вытаскивайся. Все, готово. Сейчас еще надо будет поменять стрелы. Так, ну, где-то там. Иди сюда. Спать. 45-й. А че ты не спишь? Ой-ой-ой, да. Че-то я переборщил, походу. 60-й. Какие тут еще есть? О, еще один 135-й. Это хорошо. Давайте попробуем его выцепить. Я не понимаю. Не получается у меня 135-го выцепить. До меня какие-то мелкие доматываются просто. И медведи что-то меня вообще прям жестко испугались. Так, мелких я приручил. Там 135-й куда-то свалил. Так и не получилось его никак выцепить. Медведи меня почему-то в этой пещере прям очень жутко стали бояться и просто убегают от меня. Давайте возьмем один элемент. Две тысячи. Две тысячи. Местные валюты. Это очень много сейчас потратили. Прям очень обидно. Давайте вот этому, допустим, скормим элементы. И сейчас, кстати, посмотрим, как они превращаются. И, в принципе, какой урон, какие показатели они могут иметь. Или, может быть, вот этому вот скормить. О, смотрите. У меня когда элемент внутри, они прям прыгают, прыгают и просят, чтобы я его им дал. Какие жадные зверьки. Ох. Какой пес. Нормально. А как мне на тебя залезть-то? О. Так. Что у нас тут по статам? Слушай, неплохо. Неплохо. Так. Эээ, ты куда камень-то кинул? Может быть, их просто начать закидывать? Хотя. Слушайте, наверное, будет быстрее, если я их пойду месить руками. Они вроде все равно меня боятся. И абсолютно никак не атакуют. Да, все, погнали. У-у-у. Чистка красомаха. Нормально. Нормальный урон пошел. Они быстро откисают. Даже от такого слабого уровня медведи очень быстро откисают. У медведей там, в принципе, где-то около, наверное, полутора-двух тысяч хп точно было. Так. Ну тебя я тут, наверное, оставлю. Дальше ты не сможешь пролезть? Нет, это двадцать пятый. Мне нужен сто тридцать пятый, который сюда убежал. Интересно, он вообще глубоко сюда убежал или... Чё это вообще за пещера? Так, ну, походу, это реально какая-то большая пещера. Так, стоп. Это... Вот. Сто тридцать пятый. Как раз тот самый, который от нас все это время убегал. Ну чё, попался. Чё, спать не хочешь? Теперь. О, всё. Спать. Давай, даем тебе покушать. Ой, блин, зачем я мясо тебе дал? Две морковки должно ему, в принципе, хватить. Ну и просто сиим ждём. В среднем они приручаются очень быстро. Там, в течение пяти-десяти секунд буквально. И сейчас вы, кстати, заметите, что в шкале приручения у них нету никакого процентажа приручения. И там вообще ничего не пишется, в то время, когда у всей другой живки там пишется приручение. Готово. И вот именно поэтому я считаю, что это всё-таки баг и недоработка игры. Потому что если бы это так было задумано, то там наверняка бы при приручении писалось хотя бы проценты, насколько он приручился, как это сделано абсолютно у всех других Дина при приручении. Но этого тут не сделано так, что я всё равно по-прежнему убеждён, что это баг, который должны разрабы исправлять. Но почему-то уже десять дней прошло от выхода этого DLC, и разрабы до сих пор это не зафиксили. Я тут даже уже не знаю, что думать. Что мы в этой пещере имеем? Тихо. О, сотый. Вырубаем. Сразу с запасом хочу сделать. Стой, куда ты побежал-то? Думаешь, убежишь от меня? Нет, ты ошибаешься. Хочу сделать прям большой запас фероксов. Ну, раз разрабы не хотят исправлять категорически этот баг с приручением, ну, придётся его тогда поюзать на будущее, чтобы если вдруг я каким-то образом даже и профуглую часть этих фероксов... Опа! 150-й. Этот донный, этот донный. Вот 150-го нужно будет сейчас найти и приручить. Раз. О, сразу уплывать. И два. Спать. Они очень быстро приручаются, так что я не думаю, что он успеет за это время утонуть. Оксиген. У него немного тратится, но у него его много. Они быстрее приручаются, чем этот оксиген тратится. Надеюсь, ему в двух раз покушать хватит. А ещё один. Всё, что... Ой-ой-ой-ой-ой. Тихо-тихо-тихо-тихо. Не-не-не, Михалыч, не надо, не надо, не надо. Да я хочу с тобой только дружить. Мне тут враги не нужны. Ё-моё, они все на меня просто загрелись. А что ж ты будешь делать? Сейчас придётся их отводить. Тихо-тихо-тихо. Я хочу ещё глюк исследовать. И там, скорее всего, 150-й уже приручился. Надо будет глянуть. Немного отвёл вглубь пещеры этих медведей. Они опять за мной бегут. Ой-ой-ой-ой. Ты чё? Если хотите исправить ещё один глюк, нажмите 2. Прости. Иногда увязаешь по самой немогу входа. И нужно время, чтобы снова выбраться на твёрдую коль. Ёп! На чём мы остановились? По миночке. А нет. Так. Хиля нос немного проглючила. Это какой уровень 25? Нафиг мне это такой не нужен. Валим от медведя, а то там уже за мной целая орава несётся. О-хо-хо-хо. Сколько там медведей-то? Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо, Феркс, 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 подобрать быстрее. Нет, не кушай. Не кушай, пожалуйста. Бежим. Всё, просто уходим. Просто уходим. Тут вся пещера медведей за мной загрена. Жить, жить. Они там, походу, в чём-то забагались. Да. Я их, походу, по какую-то скалу там забагал. Всё, и просто уходим отсюда. Координаты подтверждены. Телепортация завершена. Так, ещё немного трансформации у меня на Ферксе Тома осталось. Сейчас на нём и доберёмся до базы. Со всеми остальными креоподами. С Ферксами. Хе-хе. Так, ну только чё-то мне вообще не нравится прям управление. Оно максимально корявое. Да, нет. Нету плавности. Я думаю, что вам на видео тоже это очень сильно должно быть заметно. Что нет вообще никакой плавности в передвижении. Тот же самый паук. Он очень плавно летает. Там парит. Цепляется. Всё это сделано неожиданно. Прям качественно с пауком. Но вот что-то с Ферксом прям... Я чувствую этот трабл очень жёсткий. Управление такое топорное. Будто это просто какое-то дино именно из мода сделанное. А не разработчиками. Нету плавности движений. И какой-то... Ну, очень резкий поворот. И вот это вот всё очень резко когда-то происходит. Так, на пробел он в принципе может прыгать по скале. Карабкаться. Но чё-то он не хочет вылезать с этой скалы. Так, это... Какие-то бесполезные удары во время зацепки. Так, а как мне... Всё, забагался походу. О! Каким-то чудом смог отцепиться. Почему-то он не захотел мне залезать на эту скалу. Придётся обижать. Ну, в принципе, мы уже добрались до базы. Что не может не радовать. Хух. Хорошее путешествие у нас вышло. 150-го Феркса приручили. И 2-135-го. Это очень хороший показатель. Так, ага. Для этого ворота он не заходит. Это буду ждать, когда у него трансформация пройдёт. Он станет снова маленьким. Этого малыша я скидываю внутрь. Так, нет. Давайте его скинем куда-нибудь, куда-нибудь в прикольное место. Нет, да чё ж ты всё в эту стенку упираешься-то? Давай я тебя как-нибудь... Ну, хотя бы вот так вот. В общем, ребята, пишите в комментариях, придумайте имя для вот этого маленького-маленького зверька Ферекса. Который, скушав маленький кусочек элемента, готов разносить всё и вся. В общем, ребята, оставляйте свои варианты, как его назвать, в комментариях. И вариантом, который мне больше всего понравится, я его назову в следующей серии. Что ж, дружище, спасибо тебе большое за просмотр. Надеюсь, тебе эта серия понравилась. Если это так, то не забывай поставить лайк. Как только набирается 2000 лайков, я сразу начинаю делать следующую часть. А если ты на канале новенький и досмотрел уже до сюда, то обязательно подписывайся. А также не забывай нажать на колокольчик, чтобы тебе приходили оповещения о всех новых сериях по выживанию в арке. Ну и я напоминаю, что в следующую пятницу, 20 марта, мы запускаем ванильный сервер Undeatark. Рейты X2 и X3. Максимальная приближенность к официальным серверам. Сервера будут называться Undeatark Official и будут работать без вайпов. Так что если ты относишься к тому кругу людей, которые надеялись, что с выходом Генейса разрабы сделают новые официальные сервера, а они обломали почти всё комьюнити и их не сделали, ну вместо них сделаем и официальные сервера, что уж тут поделать. Ещё раз напоминаю, что вероятность вся будет X2, это чистая официалка, без модов. X3 будет стоять на инкубацию и беременность, возможно ещё будет стоять X3 на опыт. Всё остальное X2. Так что ребята, которые ждали нового официального сервера, чтобы начать с чистого листа, и так их и не дождались, потому что разрабы всех опрокинули с этим. Заходите на сервера Undeat Official, никаких ограничений на Трайбы, минимальное количество правил, всё как на офе. Ссылка со всей информацией есть в описании. Ссылка со всей информацией есть в описании.